Всем привет! Меня зовут Ирина, и я достаточно часто покупаю сайты iHerb. Поэтому именно в этом видео я хочу поделиться с вами покупками, которые реально стоит сделать с этого сайта. Поехали! Итак, начать я хотела бы прежде всего с бальзамов. Бальзамы EOS. Я их заказываю именно на сайте iHerb. Можно купить в любом другом магазине, но мне так удобно. Почему именно EOS? Вот так вот выглядит упаковочка у бальзама. Так он приходит к вам в коробке. Соответственно, это распакованное. У меня два вида. Один с капельками и один без капелек. Чем они отличаются? Состав у них почти одинаковый. Это почти 100% масла. Но в этом нет никаких добавок. А в бальзаме с капельками добавили перламутр. Классно переливается. Вообще замечательно. Но почему он такой полный по сравнению с вторым моим бальзамом? Второй у меня почти заканчивается. Вот этот мне полюбился просто безумно. Видите, у меня совсем мало осталось. Минус в том, что перламутр очень выбеливает. Выбеливает губы. Ну, бальзамы же в основном для губ. Я его использую зимой только как хайлайтер. Вообще я очень люблю использовать эти бальзамы зимой. В том числе. Потому что мне не всегда удается нанести крем утром после умывания. За большой период перед выходом на улицу. Поэтому, ну, знаете, да, что в любом креме содержится вода. И если вы не хотите получить микрообморожение, то не надо носить крем, содержащий воду в себе, сразу перед выходом. Хотя бы полчаса, хотя бы 40 минут подождите. В общем, у меня не всегда есть такая возможность. Поэтому после умывания я убегаю прямо на улицу. Могу взять бальзам и нанести его на тянущие места на лице. Вот. Так как там масло, он замечательно ухаживает за кожей. Вот. С капельками сильно выбеливает. Его можно классно использовать как хайлайтер на скулу. В принципе, вы можете в теплое время года, но в теплое время года он подтекает. Мне это не очень нравится. А в холодное прям супер. Поэтому такие бальзамчики рекомендую. Далее расскажу вам про биологически активные добавки. Начну про добавки для своего ребенка. Не знаю, есть, нет у вас детей, но я думаю, что такие добавки могут принимать и взрослые. Просто более большую дозу. Это такие две баночки. В одной из них содержится зелень. А в другой такой комплекс иммуноподдерживающий. Начну с зелени. Я не знаю, на самом деле, какая из баночек именно так хорошо влияет на моего ребенка. Но, когда она начала их принимать, я начала им одновременно давать эти две баночки. Утром и вечером. Она перестала болеть. Просто два месяца мы принимали, два месяца она не болела. По группу из садика ее вскосило. Ходило всего три человека. Представляете, да? Три человека в группу ходят. Она ходила, она вообще не болела. Ни насморк, ничего. Прям не знаю, то, ни то. Но я на самом деле думаю, что это именно зелень. Зелень, это просто концентрированная зелень в такую таблеточку. Таблеточки представляют из себя таких мелковидных зверюшек, небольших, вкусных. Зеленого цвета. Там, по-моему, бегемотик, слоненок, киса, неважно. Содержатся брокколи, огурец, шпинат и так далее. Вся зелень. Она мне очень плохо ее ест. А знаете, да, микроорганизмы нашего кишечника питаются именно хлорофилом, который содержится в зелени. И чтобы наш организм хорошо функционировал, должно преобладать хороших полезных микроорганизмов в нашем кишечнике. От этого зависит и наш иммунитет. Поэтому я и не знаю, то ли вот реально то, что она начала достаточное количество зелени употреблять, то ли это вот этот иммунный комплекс, который содержит в себе витамин А, Е, С, цинк и еще какие-то компоненты. Покажу поближе вам составы этих баночек. В общем, не знаю, какая из них повлияла, но они обе классные советую. Говорят, что даже их не всегда удается застать на iHerb, то есть их быстро разбирают. В общем, советую. Далее про добавки, раз уже начала. Добавки для взрослых. Показываю вам Омега-3 с Алгаровской фирмы. Не потому, что именно ее я как бы хотела вам показать, я вам хотела показать именно фирму Салгар. Она продается во всех, наверное, аптеках во всех странах и во всех городах. Но она очень дорогая, эта фирма. А на iHerb она в раза три не совру дешевле, потому что она именно американская фирма. Я вам показываю Омега-3, потому что Омега-3 могут пить все, ее не хватает абсолютно всем. Не буду показывать другие добавки, у меня очень много добавок этой фирмы, потому что все индивидуально. Если вам чего-то не хватает, лучше знайте об этом. Сходите, сдайте анализы, сходите к врачу, чтобы он вам назначил, что вам пить. Не надо пить бездумно, потому что перебор витаминов в организме и микроэлементов, это хуже, чем недобор. Потому что на фоне перебора могут начать развиваться какие-то новообразования, не дай бог просто. Поэтому не пейте бездумно, пожалуйста, всегда знайте, сдавайте анализы. А Омега-3 могут принимать все, поэтому я показываю именно ее вам. Но хочу именно акцент сделать на фирме Салгар. Салгар Сайхер. Если вам что-то кто-то назначает, заказывайте именно там. Вот. Дальше, раз мы начали говорить про микроэлементы, микроорганизмы в кишечнике и вообще здоровье иммунитета, про хлорофилл. Да? Хлорофилл для взрослых. Это у нас суперфуд спирулина и хлорелла. Наверное, вы знаете, да? Слышали тысячу раз во всех журналах, во всех сайтах, на всех жжжурналах и так далее, в блог-постах пишут про эти суперфуды. Мне спирулина очень понравилась. Хлореллу показываю вам, потому что она как бы аналог спирулина, примерно то же самое говорят. Но мне она просто не подошла, мне от нее становится плохо. Поэтому хлореллу посоветовать, к сожалению, не могу, но мне становится плохо и от яиц. Может, это как-то связано, не знаю. В общем, спирулина. Использую я ее, добавляя в смузи какие-то, в коктейли. Буквально написано чайная ложка, но я использую пол чайной ложки, мне хватает, чтобы мне не стало плохо. Вот. Как бы мне стало плохо с хлореллой, поэтому я со спирулиной так не рискую. Если вам, если вы реально не доедаете зелень, а стоит, да, как бы не всегда можно наесться шпинатом, да, отвал, или чем-то брокколи, употребляйте, пожалуйста, либо в таблетках, либо как-то еще хлорофилл. Я вот рекомендую спирулину, я ее беру на эфирт, мне удобно. Дальше, если про пакетики. Мачо. Мачо. Мачо это не хлорофилл, это именно зеленый чай. Очень хорошая замена альтернативы кофе. Если вы хотите перестать употреблять такое гигантское количество кофе, то мачо содержит тот же кофеин, даже, по-моему, больше, чем в кофе. И она безумно, безумно затягивает, она очень вкусная. Я очень люблю делать именно мачо латте. Кстати, приобрела вот такой вот, если у вас не блендер, либо вы не хотите сильно шуметь дома, как бы очень удобная штучка. Такой ручной блендер, можно сказать, шейк-стакан. Там железная штучка внутри, просто взбиваете. Добавляете любое молоко, растительное, животное, в происхождении, не важно, что вы употребляете. Молоко, чайную ложку или пол чайной ложки мачо, что-то подсластитель любое. Я люблю мед добавлять. Боже, это безумно вкусный мачо латте. У него такая получается густая пенка на стакане. Но это восторг, честно. Для разнообразия прям рекомендую мачо латте. Можно добавлять, кстати, его в выпечку. Кто-то любит, я просто не делаю так. Мачо латте рекомендую. Далее, что я хотела вам показать из еды. Это вот эти две баночки. К сожалению, они у меня сейчас пустые. Это кокосовое манна и арахисовое масло. Давайте сначала остановлюсь на манне кокоса. Кокосовое манна – это мякоть кокоса, содержимое кокоса. Если вы так же, как и я, не очень любите притерно-сладкие вещи, какие-то сладости, продукты, то это для вас. Если вы любите что-то притерно-сладкое, то вам покажете это пресным, невкусным. И не стоит это даже брать, покупать. Но если вы такой же человек, как и я, то это, вот не соврать, реально, это баунти. Непритерно-сладкий, безумно вкусный баунти. Но при покупке продукт натуральный, он расслаивается. Поэтому согрейте чуть-чуть, это натуральный кокос, буквально 30-36 градусов, даже 40, да, как бы. И он становится тягучим, вы перемешаете, и, господи, это наслаждение. Реальное наслаждение, реально баунти. Я очень-очень рекомендую эту штучку для не сластен, для таких же не сластен, как и я. Вот такая штучка. И для таких же сластен, как и я, сластен, да, арахисовое масло. Арахисовое масло. Именно в стеклянной банке, именно вот, по-моему, они даже сейчас поменяли этикеточку, мне придет другая. Почему это? Состав. Если вы находите, по-моему, в «Вкусвилле» тоже продается арахисовое масло, но я не пробовала его на вкус. Там тоже состав арахис и морская соль. Все, больше ничего. Не понимаю людей, которые покупают арахисовое масло с добавками, с какими-то, либо в пластиковых контейнерах, которые содержат в себе пальмовое масло. Ну, ладно, я согласна. Качество пальмового масла в Америке намного лучше, чем в России, да, потому что, как байкер, американский сайт, я заказываю из Америки. Безусловно, лучше. Но, знаете, да, все жиры напрямую поступают из кишечника в лимфу. Они, как белки, не проходят очистку печенью. Они напрямую поступают. Поэтому очень важно, чтобы мы употребляли полезные жиры, хорошие жиры. И пальмовое масло, ну, мне не кажется, что это очень хороший жир. Поэтому, если есть возможность его не употреблять, лучше не употребляйте. Поэтому состав этого арахисового масла мне очень нравится, я советую. Арахис, морская соль. Все. А знаете, как это безумно вкусно? С фисташками. Открываете фисташку, достаете косточку, кладете пол чайной ложки арахисового масла. Это конфетка. Это реально конфетка. Если вы хотите слезть именно с сахара, да, а перейти на натуральные продукты, на натуральную сладость, я вам советую. Это прям, это конфетка. Сложно остановиться, безумно вкусно. Ну, и полезно, в принципе, это натуральный продукт. Это рекомендую. И у меня осталось два таких спорных продукта, которые, ну, не знаю, не скажу, что прям на меня сильно повлияли. Так, начну с одного. Биосил. Просто, если вы обеспокоены качеством своих волос, ногтей, там, кожи, чего-то, я вам советую залезть на сайт и почитать про него отзывы. Там просто бешеное количество фантастических отзывов. Я купила, пропила это капельки. Они отвратительные. Просто отвратительно невкусные, горькие. Их просто невозможно. Ты морщишься, как, я не знаю, сморщенный лимон, когда их употребляешь. Поэтому читайте, что написано в описании. Рекомендую употреблять с апельсиновым соком. Реально, только апельсиновый сок спасает. Только благодаря апельсиновому соку не чувствуется отвратительный вкус этих капель. Биосил есть на сайте также в виде таблеток. Они стоят, по-моему, в два раза дороже, чем капли. Поэтому, ну, если смысл переплачивать, отзывы фантастические. Я на себе лично не очень заметила какой-то эффект. В силу того, что я вечно постоянно что-то пью, как бы восстанавливаю свои волосы. И, кстати, да, спасибо вам за ваши комплименты, те, кто меня видит вживую. Очень приятно, очень много от вас поступает, что реально, да, волосы у меня стали на порядок лучше, чем были раньше. Но, когда я, кстати, пила месяца, наверное, два-три этот биосил, или два, но уже не помню. Ничего с мамой волосами не произошло, ничего не повыпадало из того, что выросло. Возможно, если бы я не пила, может, повыпадало бы, не знаю. В общем, просто советую вам почитать отзывы. Я, как бы, не пою хвалебную оду, потому что я особо не заметила. Возможно, у меня не было ничего такого плохого с моими волосами. Но рекомендую обратить внимание на этот продукт. И второй такой спорный продукт – это пищевые дрожжи. Пищевые дрожжи выглядят вот так. Состав у них очень интересный. Тысяча витаминов, просто нереальное количество. Обратите внимание, пожалуйста. Многие кулинарные блогеры его рекомендуют. Я, кстати, так и повелась на них, купила очень полезный продукт. Его добавляют буквально куда угодно. Я добавляю его в салаты, в овощные салаты. Его очень любят веганы, потому что веганам эти хлопья заменяют сыр. Они просто очень похожи на сыр, прямо вот как сыр. Но, знаете, честно вам скажу, к человеку, который не является веганом, нифига это не сыр. Вообще ни разу не сыр. Может быть, отдаленно, да, что-то похоже, говорят даже на пармезан, но отдаленно, может, что-то напоминает синтетический какой-то сыр. Но нет, это не сыр. Пахнет немножко кошачьим кормом. Вот в этом его огромный минус. В запахе. Если вы не обладаете такими сильными рецепторами носа и не зависите от них, то да, я рекомендую этот продукт. Но если как бы вас очень напрягают какие-то запахи, вот себе прекрасные, лучше не надо, лучше не рискуйте. Но состав, состав фантастический. Я когда первый раз попробовала, подумала, фу, господи, какая гадость, зачем я купила целую тонку большую. Но сейчас, я не знаю, бывает у вас такое, не бывает, когда что-то употребляете в первый раз, вам это не нравится, будь то да, оливки многие, наверное, пробовали, им не понравилось в первый раз, тархун, балькал там или как что-то еще. У меня так было, что я попробовала, с первого раза мне не понравилось, но мне почему-то снова захотелось. И теперь я просто как наркоман добавляю их в каждый салат, потому что мне хочется их есть. Но меня это не пугает, потому что очень хороший состав, реально хороший. В общем, если вы не зависите от рецепторов в вашем носу, то я рекомендую вам эту штучку. Только в таком виде. Вот. В принципе, у меня все. Я еще хотела сказать вам про семена чья. Знаете, да, все, просто в силу того, что очень удобно их там заказывать. Если вы не раз не пробовали, очень советую вам приобрести семена чья. Можете в комплекте с чем-то из того, что я вам порекомендовала. Потому что это очень хороший вид продукта, чтобы разнообразить ваш рацион ежедневный. Да, будь то завтрак. Очень интересно, многие веичницы добавляют. Я как бы могу из него пудинг, я люблю йогурт его добавлять. В общем, классная вещь. Обратите внимание, я просто забыла его сюда добавить. Вот. А еще, если вы первый раз будете что-то заказывать, то у меня есть реферальный код. Это такая вещь. При заказе вы вбиваете его, вам плюсуется, минусуется, точнее, 5% скидка. А мне приплывают 5% от вашего заказа. Мне приятно, вам приятно. В общем, если хотите меня порадовать, то оставлю его здесь. Вот здесь, вот здесь. Вот, все. Это все, что я вам хотела рассказать о том, что мне понравилось на этом сайте. До следующего видео. Всем пока-пока.